Привет, друзья! Очень хочу поделиться. У меня вчера ночью пришла идея такая. Почему женщины любят цветы, потом любят пока смут, потом любят беречь, оберегать, взращивать, заботиться. А мальчики любят самолёты, мотоциклы гоночные, самокаты, какие-то самолёты, самокаты, боксёрские перчатки и всякие военные причиндалы тоже. Но это потому, что у них так воспитание такое с детства, или потому, что мир так происходит, что и воспитание такое становится, потому что мальчики такие по природе, а девочки такие по природе. или почему? Где причина, где следствие? Вот интересно. А у нас ещё всё зависит от того, не только как мы понимаем мир, и мир таким потом и производим, а ещё и потому, как мы это можем друг другу передать, сказать, словами выразить, образом каким-то, сформулировать, таким, который сразу человек понимает, запоминает, впечатляется какими-то символами, какими-то символами, знаками. И вот у нас с Романом Газенко я сделаю сегодня объявление, ещё один ролик выпустим с объявлением, и в сетях поставим это объявление, чтобы вы всяк желающие, поскольку этот вебинар делается по многочисленным вашим просьбам, чтобы мы продолжили. Мы в прошлый раз сделали с Романом Газенко вебинар, и всем понравилось. Да, очень понравилось. Смотрите, какие там отзывы пишут. А сейчас сделаем новый вебинар. Я уверен, что понравится, потому что внутренняя душевная чистота, доброта, отзывчивость, переживаемость, сопереживаемость, любовь к ближнему, состояние внутренней свободы, счастье, способность быть мечтательным, создавать образ будущего, из любого страха выходить, помнить, что бывало и хуже, но потом все было хорошо, и чтобы не забывать это состояние, что бывало и хуже, и все равно будет хорошо, при любом замыкании, потому что страх – это замыкание внутри мозга, условно говоря, это образ такой у меня. И вот с Романом Газенко будем делать вебинар, и там вы задавайте вопросы, в зуме, и там он поможет нам понять, поскольку он, как вы понимаете, умеет извлекать корень слов, смысловой, смысловой корень слов, и в этих самых таких словах, даже самых обиходных, которыми мы обмениваемся друг с другом, и каждый понимает их, оказывается, по-своему, поэтому такой разлад в обществе, и везде, и в семье, и на работе, говорим мы какие-то слова, нам кажется, что мы друг друга понимаем, а каждый туда свой смысл вкладывает. А нам надо прийти к каким-то общим, как говорится, знаменателям, к сухому остатку, понять, что означает и любовь, и спасение. Ну, там будут другие слова, и более такие, может быть, весомые, весомые, значимые, Задавайте эти вопросы там, ну, объявление еще будет, друзья, еще будет. И сейчас я хочу еще сказать, мне мой друг однажды говорил, он лекции читал такие интересные, он бизнесменом воспитывал, да, он в Рике, кажется, живет сейчас, ну, он очень известный человек, и он говорил на какой-то лекции, и мне потом рассказывал, начальник никогда не должен ругаться со своей подчиненной, сотрудницей, потому что он сильно проиграет. Знаете, почему он говорил? Потому что она замечает то, чего мужчина не может заметить. Замечает, замечает, вот он там хорохорится, вот он там выступает, она на него смотрит, да, брючки не так поглажены, пуговичка не там пристегнута, не ел, наверное, сегодня нормально, покушать бы ему надо, да выспаться надо, все замечает. Вот у меня, видите, вот, это я себе делал, из риса на сковородке жарил, жарил, и брызнуло масло, масло брызнуло, я думаю, что такое потом будет? Да, и вот оно как стало, а я боль сразу убрал, и вас научу, как надо боль упирать. И это пройдет через два дня, а так было бы, о, а нет, потому что ключ. До встречи, друзья.